Всем привет! Сегодня будет самый меркантильный выпуск. Мы сегодня будем говорить вообще обо всем. О лаврушке, о капусте, о бабосике, о кэше. Да, я знаю, что в принципе в нашей стране не принято говорить о деньгах, но наше шоу, оно же в каком-то смысле и провокационное. Попробуем, попробуем вытянуть у людей эту информацию, кто сколько зарабатывает, кто на что тратит деньги. Особые ценители нашего проекта могли заметить, что вернулся старый микрофон к нам, потому что новый сейчас работает за деньги где-то в другом месте. Поэтому, если вдруг будут какие-то косяки... Ну, сори. Все, это проект ОК, Гуревск. Давайте начинать. Как к деньгам вообще относишься? Нормально. Ну да, глупый вопрос был. Вряд ли ты такой, типа, не люблю. Большой заработок, вот за раз ты где-то заработал. За раз? Да, подработал, что-то там украл. Сто тысяч. Инструктором был. Там людей было много и... Инструктором по зарабатыванию денег, типа, ты как коуч был? Нет. Типа, продаю билеты? Не-не-не, инструктором был на картинке. Сколько ты примерно тратишь в месяц? Пятьдесят, шестьдесят. Одежда, еда, и для девушки... А ты по-любому тусовщика. А, для дев... Вот, мы подобрались к самому главному. Из этих пятидесяти ты, честно, на себя где-то два косаря только тратишь? Да нет, почему? Ты же двадцать на себя тратю. Она сама работает. Ты тратишь на нее деньги, а она тратит на тебя деньги? Нет, она свои деньги на себя тратит. У вас есть молодые люди? Конечно, у меня, да, у меня нет. Как ты так сказала, похвасталась. Да, так сразу, сразу. В ресторане, типа, говорят, что парень должен платить за девушку. Были ли случаи, когда ты платила за него? Нет, не был. Я с такими людьми не встречаюсь. А, если он тебя пригласил, то будь добр, ты и плати. Если ты пригласила, а ты не пригласишь никого. Разумеется. За выходной. Сколько должен зарабатывать твой молодой человек? Много. Тысяч...сто. Я, знаете, как-то часто смотрю ваши передачи. Вот, спасибо. И постоянно думала, вот, наверное, когда-нибудь он подойдет ко мне, вот, сто процентов. Я такая думаю, надо готовиться. Я вот смотрю такая и думаю, боже, как люди могут так тупить? Вот, реально, просто. А ты тупилась, как ты думаешь сегодня? Я, да, думаю, да. Сколько ты зарабатываешь? Вопрос от Юрия Дудя. Если тебе не комфортно, ты можешь добавить там сверху косарь. Да нет, ладно. Ну, примерно, в сумме где-то 21. Где ты работаешь с чем-то? А меня государство кормит стипендия, пенсия. У тебя уже пенсия? Да. Самый молодой пенсионер у нас? Да, так уж получилось. Как вам в 70 лет так красиво выглядит? Ну, седина не дастся врать. Как бы ты себя чувствовал, если бы девушка твоя зарабатывала больше, чем ты? Лично мне не было без разницы абсолютно. Так, на мой взгляд, от людей все зависит. Если кто-то считает, что он может брать деньги у своей женщины, то вполне. Ты можешь брать деньги у своей женщины? Да. Давай вспомним какой-нибудь твой самый максимальный разовый заработок. Вот за что-то ты получил прям крупную такую котлету. Из банкомата человек забыл крупную сумму. Снять снял, а деньги забыл. Я их достал, получается. В руках полтинник. Так. Сидел, думал, что с ними делать. И в голове две версии. Чертик и ангел, да? Оба сказали, оставь себе. Нет, оставь себе. А другой говорит, почитай. А чертик что сказал? А чертик что сказал? Забирай себе, пошли кайфовать. Честно только ответь. Оставил себе? Я их нет, не оставил. Да блин. Честно же попросил. Я их честно говорю. И самая главная награда пришла потом. Незамедлительно. Грамоту дали. И пришло сообщение в виде письма от сотрудников МВД о том, что на меня не будет заводиться главное дело. А, так государство благодарит. Спасибо, что дали. Теперь не сядете. Сколько вы зарабатываете? Я не работаю еще. Сколько вы зарабатываете, если не секрет? А мы тоже не работаем. Получается, только вы работаете? Я знаю, что там. Вы не врите там. Там деньги просто. Вы нас раскусили. Вы же не зарабатываете, но затратите, я думаю, нормально, прилично. Да, даже не знаю. Давайте так, чтобы немножко было понятно в контексте. Только что, когда мы проходили мимо, вы сказали, что я бы сейчас интервью дала бы. Сколько сказал человек слов? Айфон может быть, почему нет? Да, да, тот же самый айфон. Последний какой-нибудь? Ну да, 11-12, да. Когда он у вас будет, по вашим прогнозам? Сколько вам надо еще не работать, чтобы он у вас был? Примерно. Года два. Сколько вы зарабатываете? В день или в месяц? Давай в день, кстати, чтобы люди сами додумали. Ну, по две тысячи в день. В месяц, да, я посчитаю, я тупой. Шестьдесят тысяч. На феврале чуть поменьше, соответственно. Ну, да, да. Хватает этого, в принципе? Нет. Коммуналка уходит. Ипотека, maybe? Ипотеки нет. Слава богу, да. Была бы ипотека, ты сейчас так не улыбался, мне кажется. Да. Самое дешевое, там, в кафешку зайти сколько сейчас? Обед, ну, 300, там, 350, бизнес-ланч, да, как бы, ну. Две тысячи в день. Это надо три раза в день зайти мне поесть, 900 рублей только на еду. Тысяча сто остается. Плюс проезд, такси туда-сюда, это 400 рублей. Если твоя дама, как вас зовут? Карина. Карина будет зарабатывать больше, чем ты. Тебя это будет немного, как бы, задевать? Стимулировать, может быть, только. То есть ты в любом случае не расслабишься, если она будет зарабатывать больше. А почему? Вот вы, типа, в отношениях, ну, зарабатывать больше зарабатывает. А я на диванчике посижу. Да не, не. Ну, как ты будешь? А если вот, ну, Карина сегодня есть, тогда завтра ее не станет, да? Вот банально. И что, а я сижу один и без работы. На позитиве, да, у тебя, в принципе, парень? Ну, не станет ни в том плане, что. Ну, я про смерч, да, правильно я понял? Ну, сделай так, чтобы она была всегда рядом. А тут ты как-то непозитивно так сказал. Ну, ты тоже зарабатываешь уже что-нибудь. Добрый день, а можно немножечко с вами пообщаться? Нам нужно, не хватает немного счастья в наш проект. Во-первых, вам любви. Спасибо. Счастья, детишек побольше, горько. Это я как свадебный ведущий просто все сразу выложил. Сколько вы зарабатываете? О, я не знаю. Не надо считать деньги. Тебе хватает тех, что... Мне хватает, мне хватает, конечно. А вот девушки твои. Да, мне тоже хватает. Ты тоже работаешь где-то? Нет, она учится. Я учусь. А я работаю за нее. За двоих. В будущем, дай бог, у вас все будет хорошо. Если ты, допустим, не работаешь, тебя это как-то будет цеплять? Конечно. То есть ты ей скажешь, типа, ну-ка, давай. Давай работай. Да, ну, а если она просто красивая? Она просто тебя любит, типа. Тут спору нет, она красивая. А если вдруг так получится, что она будет зарабатывать больше, чем ты, тебя это тоже будет цеплять? Что такого? Ты поняла, да? В целом ты можешь работать, а он может отдохнуть. Нет, я могу с детьми посидеть. С чужими, неважно. В детстве просто на улице с кем-нибудь. Я смотрю на вас, вы меня аж бесите, потому что вы такие радостные. Последний, последний вот такой негативный момент в вашей жизни, который вы испытали. Да я, блин, вот такие моменты я точно не помню. Я их сразу откидываю. Мы отпускаем такие моменты. Какие у вас планы, чтобы мы не переживали? Куда пойдете дальше? Да не знаю, куда глаза глядят. Потому что жизнь, это просто жизнь. Все, у вас осталось еще с собой еще что-то? Нет, нет, мы не употребляем. Сколько зарабатываешь? Такой сразу сходу вопрос. 50-60. Комфортно хватает тебе? Кредиты. Ну сколько тебе нужно, чтобы комфортно вообще себя чувствовать? Ну адекватно так в Калининграде. 35-40. Это вот прям погулять. Девушка вместе живая? Не девушка. Друзья. Подруга. Ну погоди еще. Ну потому что 35 пока, брат. И кредиты. Кто, у тебя не будет девушки пока вообще? Какую сумму ты могла за раз спустить? Самый глупый поступок это на нижнее белье за 15 тысяч. Почему, кстати? Никто его так и не увидел, кроме тебя? Тип-то. Оно еще есть у тебя? Оно еще подходит тебе? Да. Желающий увидеть излишнее белье за 15 тысяч рублей не пишите. Я понял, да? Не обращайтесь. Есть же 18? Да. Все, хорошо. Потому что потом родители будут писать. А, удалите! Вообще, как вы к деньгам относитесь? Положительно в целом? Да можно без маски, зачем? Я боюсь. А то мы вас заразим своей тупостью, наверное. Скорее я вас. Сколько вы зарабатываете, если вы можете об этом сказать? Я пока нисколько не зарабатываю, если честно. Но деньги всегда есть. Не знаю, я не работала никогда. Не считаешь эти деньги, типа, их так дохера у меня. Я буду задать вам просто вопросы про деньги. Ну вот про эту тематику. Вы отвечаете просто, что приходит на ум. Сколько в миллиарде миллионов? Десять. Сто? Десять. Не важно, потом разберемся. Кто такие нумизматы? Что? Нумизматы. Какие приматы? Как думаешь? Ты просто первая ассоциация. Чем могут заниматься нумизматы? Я не знаю. На какой купюре Банка России изображен Джордж Вашингтон? Без понятия, кто это вообще? Я вообще лица не видела. На купюре я просто вижу деньги, цифра такая. А, ты вообще денег не видела. Ты еще не зарабатывала. Да. Смотрите, в одном долларе сто центов. Ну это в принципе и так понятно. А сколько в одном центе центнеров? Центеры. Десять сто. На двухрублевой монете изображен двуглавый орел. А сколько голов у орла на пятирублевой монете? Десять. Вы все равно не обязаны это знать. Никто над вами потом смеяться не будет. А сколько денег максимум можно иметь при себе согласно законодательству Российской Федерации? Вот при себе сколько можно одновременно иметь денег? Пятьсот тысяч. Пятьсот тысяч? Если на карте, то безлимит. Где ты прячешь заначку? Хотела сказать, в трусах. Спомнила, что и трусов нет? Да. Именно. Сколько ты зарабатываешь, если не секрет? Не, не, ну это секрет. Пога же тут на твоем ютуб-канале, просто понимаешь, я потом... Ну короче, больше полтинника, я скажу. Больше полтинника? Больше полтинника, да. Меньше пятидесяти одного? Меньше сотки. Конечно, меньше сотки, да. Внимание есть, я не спорю, но... Девчонки, девчонки есть девушка? Девочки нет. Вот если... Постоянно нету, знаешь, постоянно нету. Я понял, ты такой... Вот вот ты куда деньги тратишь. Как на девушку-то не тратиться? По-любому ты тратишься, там ресторан сводить, там в кино. Нет, нет, слушай, на первое съедание такое делать не надо. Ну короче, первая встреча чисто так пообщаться, узнать... Как ты подходишь? Вот ты говоришь, я просто иду, вот девушка стоит одна. Она стоит одна, я так подхожу, там... У тебя очки сочетаются с туфлями, прикольно. Она говорит типа, что-то я голодная. Ну я ресторан никогда не зову, потому что, ну, первое съедание, это то же самое наше, как в кино зовешь. Второе свидание. Второе свидание. Тоже нет, пока без ресторана. Пока без ресторана. На какой момент ты уже, девушка, можешь похавать с тобой? После... Блядь, ну это вы покажете, ребят. Ну тогда уже после горизонтального положения, я могу уже кормить... Ну как там... А, серьезно? Интимная близость, потом еда. У нас коннекс ненормальный, я там... А как заниматься сексом с голодной девушкой? Короче, девушки, если кому-то нужен будет Игорь, сперва горизонтально, потом вертикально. Такая, да, схема у нас? Сколько зарабатываешь в месяц, можно спросить? Ну, больше 15 тысяч рублей. Больше прожиточного минимума самое главное. Смотри, Армани. Армани настоящий же, да? Ну, как видно. Это подарки. Какой был самый дорогой подарок в твоей жизни? Вот самый дорогой подарок. А вы в отношениях? Да. Точно? Смотри, ты не уверена была сейчас? Ну, она не уверена, я уверен. Сколько тебе нужно, в принципе, чтобы себя комфортно чувствовать? Порядка 50 тысяч. Чтоб нормально жить, вот конкретно одному человеку. И не собираешься дальше? Небольшой блиц денежный. Просто отвечайте, не задумываясь. Сколько в миллиарде миллионов? Сто. Сто. Что стоит дороже, килограмм золота или золотой килограмм? Килограмм золота. Доллар США стоит 76 рублей. Канадский доллар 61 рубль. Австралийский доллар 59 рублей. А сколько рублей в российском долларе? 75. 76. Так думаешь, если в американском 76, в канадском 61, в австралийском 79? Тихо. Тихо. Да любой просто, любую цифру. Ну, 76. А в одном долларе 100 центов, а сколько в одном центе центнеров? Ноль целых, наверное, одна сотая. В одном центе, центнер. Ну, центнер, это же на вес. Центнер 100 килограмм. Блин, он умный у тебя, блин. Я знаю. Держись его, пожалуйста. Не бросай его вообще никогда. Где ты прячешь заначку? Это раздается на меня не потратило. Там еще есть? Нет, ну... Я не хочу. Про деньги просто. Сколько зарабатываете? Я? Да. Не надо, это секрет. Не, почему секрет? Много? Да, да. Блин, я завидую тебе. Про деньги сегодня говорим. Про деньги. Деньги? Деньги, money. Что? Деньги. Извините, я не могу. Тебе хватает денег? Я хочу больше денег. Больше. Сколько тебе нужно денег, чтобы тебе было комфортно вообще жить? Две тысячи рублей. Две тысячи рублей в месяц? Да. А на что ты тратишь деньги? Мои родители. Отправляешь деньги? Да. Круто. Девушка у тебя есть? У меня есть, да. Здесь она? Судане. Судане. Она тебя ждет? Да, она ждет меня. Точно? Ни с кем там не встречается, нет? Да. У меня нет много денег сейчас. Потом будет, я буду. Будешь тратить направо-налево просто. У тебя столько девушек появится здесь. Да, да. А у тебя может здесь девушка появиться? Типа все равно в Судане не знает девушка, а здесь как бы так втихаря. Да. Да. Сколько вы зарабатываете? Ну, 50-60. Работаешь, зарабатываешь? Вы вместе, вы пара? Нет. Не будем затрагивать. 50-60 тысяч хватает тебе здесь? Калининграда вполне хватает, но для жизни нет. Давай вспомним какую-нибудь, может быть, самую дорогую трату, трату вот за... Давай, да, прикольно же будет. Ну, давай, раз ты знаешь, скажи, что он купил. Не, пусть ты сам расскажешь. Это... Я за раз меня, так мат, убираем, обманули на десяточку. Забронировал кальянную на Ленинском где-то там, который не существует. А, я не... Два же, ты, типа, в инстаграме какую-то нашел страницу? Нет, нет, у меня просто... Его сами нашли. А как ты понял, что тебя кинули? Ты приехал и увидел, что нет такой коленный? Нет, я просто поехал смотреть, думаю, ну да, как бы... Да, да, получается, что так. Сколько тебе нужно, чтобы комфортно жить вообще в целом? Тысячу долларов в день. В день? В день. На что можно тратить тысячу долларов в день? Вот у тебя, ты типа, 70-80 тысяч рублей. Так запросы растут? На девочек, типа, там, на еду, на одежду. Каждый день ты покупаешь себе новые, блин, брюки. Естественно. Кокс, героин может быть. Ну, безусловно. Какая программа еще раз? Ок, Гуревск. А, здесь, да? А, вы не отсюда? Нет, я лично. Откуда? С Воронежа. За что ты спустил больше всего денег? В ресторане я как-то посидел на, что-то, по-моему, восьмерке. Ну, то есть, это маленькие траты здесь. Восьмерка, это бизнес-ланч, что ли, был? Знаешь, как они, да. У нас в Калининграде, видишь, как ходят люди? На что ты спустил? Это жизненная необходимость. Очень дорогая путана? Не, не путана, но это было необходимо. Обслуживание и люди, ну, такое себе, я бы честно тебе говорю. Это прям, вот я лично для себя заметил. В Калининграде в Калининграде. Да, ну, смотри, например, у вас здесь не принято здороваться вообще. Да, кстати, привет, забыли поздороваться. Я тут месяц всего. И нигде никто не поздоровался. Нигде никто не поздоровался. А, нет, один раз в руке, где это, на советском. А, как бы, ну, просто это чувствуется, знаешь, атмосфера, что люди здесь не, ну, не по кайфу, они как будто куда-то что-то у них не получается. А ты же местный. Вот по нему, наоборот, не скажешь, что у него что-то не получается. Он вообще хозяин жизни просто, смотри. Он кайфует, улыбается. Не знаю, ты спроси у него, я не спрашивал. У нас секс был здесь в Калининграде уже? Да. Ну, поздоровались. Хотя бы. Вот с ней я и поздоровался. Кулачок, кулачок. У нас здесь так. А, извините. Это наши законы. Не, не, с местными мы нормально. Да. Быстро, я тороплюсь. Очень сильно торопишься. Да ты нифига, ты медленно шла. Не, я работаю сейчас. Ой, работаешь, где работаешь, если не секрет? В Москве. Ты сейчас в Москву идешь как раз? Да. Я работаю, я опаздываю. Чем занимаешься? Я казначей. Так, ты есть деньги. Да. Есть молодой человек? Да. Муж, парень? Парень. Парень, да. Он зарабатывает, тоже работает где-то. Я у него работаю. Почему вы про себя не рассказали? Что, вообще, что это такое? Что вы делаете? У нас не существует, только ты нас видишь. Что вы делаете? Ты просто что-то употребила, а нас вообще нет. А сколько в миллиарде миллионов? Сто. Ну, парень расстроится твой. Сколько Ярославли в Хабаровске? Вообще Ярославли много, да? В смысле? Ну, вообще, город Ярославль их много. Они же не только в Хабаровске. Я знаю только, который под Москвой. Сколько Ярославли в Хабаровске? Типа на купюрах изображены города. Не знаю, один. На двухрублевой монете изображен двуглавый орел. Сколько голов у орла на пятирублевой монете? Три трехголовые. Сколько денег максимум можно иметь при себе согласно законодательству Российской Федерации? Вот одновременно. Сколько ты можешь с собой иметь денег наличкой? Я не знаю, в какой у вас установлен лимит кассы. В Москве сколько? Не знаю, пятьсот тысяч пусть будет. Пятьсот тысяч пусть будет. Все, повелась. Нет такого закона. Где ты прячешь заначку? Честно, в паспорте. Где прячет заначку твой молодой человек? Вчера мне сказала, что он прячет. Посмотри, говорит, в этом шкафу. В Ленинграде. И ты приехала сюда смотреть заначку? Нет, подожди. Серьезно, говорит, в карманах. Это четыреста тысяч есть. Я охерела. У него в пиджаке, в каких-то этих, есть в карманах четыреста косарей. Нормально. Можешь себе представить? Прикольно. Если время – это деньги, то сколько денег ты потратила на это интервью? Бесплатно. Для вас, ребят, бесплатно. Давичи нашел дома пульт от телевизора, включил его. А там, оказывается, столько много прикольных телеканалов появилось. Так давайте же на них посмотрим. Добрый день, телеканал Урган ТВ. Работаем? Нет. Нет? Нет. Нет, работаем же. Работаем. Добрый день, телеканал Успех ТВ. А, все, вы нам не подходите, извините. Все, спасибо. Телеканал Авито ТВ, не битый, не крашеный? Отличный. Сколько владельцев, там пробег нормальный, не накрученный? Нет, все, по чесноку, все нормально. Все. По ПТС сколько было хозяев? По ПТС один. Вы, да? Добрый день, телеканал Сора ТВ. Ну, хватит уже дуться друг на друга, ну, помиритесь уже. Че вы? Че вы поругались-то? Помиритесь? Обязательно. Все, помиритесь, пожалуйста, все. Все, спасибо. Добрый день, парни, телеканал Любе ТВ. Позови меня тихо по имени. А можно фразу сказать? Не, позови меня тихо по имени Любе ТВ. Русланчик. Тихо по имени. Русланчик. Все. Любе ТВ. Добрый день, а телеканал Пирожков ТВ Света? Нет. Лена? Нет. Вика? Нет. А, Вероника. Все, спасибо большое, спасибо. Телеканал Оксимирон ТВ, че, куда пропал? Кто? Оксимирон ТВ. Не пропал. Не пропадай, мы тебя все ждем. Да, это мы. Мы все ждем. Фанаты твои, фанаты. Фанаты чего? Угостите? Забирайте любую. Любую забирайте. Это без пиздец, что? Просто любую забирайте. Все, не пропадай, Оксимирон ТВ. Все. Оксимирон, да что? Пообещайте, что не пропадете больше. Пообещайте. Стараюсь. Спасибо, до свидания. Дай Богу, здоровья. Спасибо вам того же. Сколько вы зарабатываете? Если вы хотите об этом сказать, если нет, то не надо. Или можете выдумать любую? Любую, от нуля до бесконечности. Так, чтобы вам все поверили. Ну, где-то в районе 5 миллионов. Серьезно? Так у нас серьезная программа? Серьезная. Я просто смотрел Окей Гуриус. Уже мы давно не про юмор, мы уже не те. Вы стали уже информационно-политической. Ну да, нас типа поджали, типа, не шутите, ребята. А, да? Типа, ну ладно, мы боимся всего. Хорошо, Путин, молодец. Тебе хватает того, что ты зарабатываешь на жизнь? Ну, конечно, это, исходя из того, что сейчас происходит с ценами на все, в принципе. В том числе и на бензин будьте добры. Да, и на бензин и так далее, да. То, конечно, маловато. А девушка у тебя есть, кстати? Девушка? Нет. Смотрю, конечно, варианты там, если будут подписчицы нормальные, ссылочка будет. Кироси, ты обиделся. Ну, а вдруг мне надо... Короче, захейтите его нахер дизлайками. Если, говорит, подписчицы нормальные будут, там, у нас все нормальные подписчицы. Да? Ну, хорошо, я вам верю. Поэтому они с тобой мучить не будут. Они все нормальные. Сколько должен зарабатывать твой парень? Ну, тысяч сто. Ну, может быть, семьдесят. А сколько в миллиарде миллионов? Тысяча. Тысяча. Может, ты удивишься, но ты первая, кто ответила правильно сегодня. Что стоит дороже, килограмм золота или золотой килограмм? С подвохом. Что такое толстянка? Не знаю. Таких не знаю. Ну, гад, что приходит на ум первая просто. Ассоциация. Какая-нибудь кофта теплая. Ну, это толстовка. Или подруга какая-нибудь, которая много ест. Марина. Да. Один доллар США стоит семьдесят шесть рублей. Канадский доллар стоит шестьдесят один рубль. Австралийский доллар пятьдесят девять рублей. А сколько рублей в российском долларе? Столько же, сколько в этом. В каком? Семьдесят шесть. Около восьмидесяч. Сколько ярославлей в Хабаровске? Что? Это два разных города. Да. Ну, сколько ярославлей в Хабаровске? Подсказка, мы про деньги говорим. Ну, я понимаю. Типа на купюрах изображены города. Хабаровск на пяти косарях. Тысяча, короче, Ярославль. Вот сколько получается? Шесть. Чего? Не надо. Тысяча. Это Ярославль. Пять тысяч. Хабаровск. Сколько Ярославль? Все? Ки-шесть. На двухрублевой монете изображен двуглавый орел. Ну, все знают, на монетах сзади изображен двуглавый орел. Сколько голов у орла, который изображен на пятирублевой монете? Нисколько. Тоже две. Подожди. На пятирублевой монете? Да. На двухрублевой две головы у орла. На пятирублевой. Я пятирублевую монету не разглядывала. Нафиг эту мелочь, да вообще? И последний вопрос. Где вы храните заначку? Ага, сейчас. Прямо что? Общался с юристом, он сказал, надо просто, чтобы на камеру человек говорил, мы не против, чтобы нас опубликовали. Давайте скажем. Но мы не против, чтобы нас опубликовали. Все, спасибо большое. Все, храни вас Господь. Спасибо. Все, Настя. Это все, что ты умеешь. Одну ногу вперед, руки сюда и раздвигаем. Потом то же самое левой ногой. Так это так бабушки танцуют? Да, так я же говорю, я люблю простенькие, любую простенькие танцы, все, как у бабушек. Вот есть такой танец. Оп. Опа. И потом вот так, опа, с приколюхой. Вот так. Оп. И вот так вот то же самое делаем. Так это пьяная бабушка так танцует? Это пьяная бабушка, да, вот вы верно сказали. Что за канал? Канал «Неталантливые люди Калининграда». Дай бог хоть кому-нибудь за положительное общение. Есть ли вещи важнее, чем деньги? Есть. Какие, например? Жизнь. Просто жизнь. В России жизнь, просто в России жизнь. И все. А без денег разве это жизнь? Можно без денег жить. А как дайте какой-нибудь совет? Это на деле надо показывать. Это только на деле. Только это на деле показывать надо. У вас есть какие-то мастер-классы? Может записаться к вам можно как-то? Какие-то видео уроки есть? Видео уроков нету, но это только просто на деле надо показывать. Самая большая сумма, которую вы держали когда-то на руках? 700 с чем-то тысяч. Охренеть. Потратили, да, прогуляли. Я вообще всех, всех, всех угостил. Всех. Всех просто поугощал. Я понял, вы алкогольный Wi-Fi. Вы раздаете алкоголь. Так и надо, да? Потому что деньги, они как приходят, так и должны уходить быстро. Они как пришли, так и уходят. А вы не думали вложиться во что-то? Да какой вложиться? Свой бизнес какой-нибудь. Во что? Вот в эту башню что ли? Нах*** я вертел эту жизнь? Присоединяйтесь? Да. Чем примечателен был этот выпуск? Он был про деньги, но в нем не было никакой рекламной интеграции. Поэтому единственное, что мы хотим заработать с этого выпуска, это ваши лайки, ваши просмотры, ваши репосты, ваши комментарии. Потому что это максимально важно для развития нашего канала и появления новых форм контента. Все, это был проект ОКГУРЕВСК. ОКГУРЕВСК. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok